Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 февраля и я решила немного посвятить времени нашим любимым цветам. Кто смотрит мои видео уже давно, помнит, что больше двух лет назад я очень много видео снимала про петунию, про гацанию, как я черенковала, как хранила в подвале. Но потом постепенно томаты вытеснили. Сначала с зимнего подвала мои петунии черенки, вот в прошлом году я уже их не черенковала, не оставляла, потому что много укладывала томатов на хранение, и томаты, и перцы буквально весь подвал у меня заполонили, и поэтому черенков у меня в этом году нет. И я в этом году буду сеять снова петунию, вот даже купила уже семена, у меня еще есть свои. И я сейчас хочу вот этот видеоролик посвятить посеву петунии, но теоретическому пока что. Когда я буду сеять, я вам покажу. Я в прошлом году показывала, как я сеяла на пеленку, как я сеяла на снег, как я сеяла замоченными семенами из шприца. Методов посеву петунии очень много. И она всходит у нас хорошо, быстро. Я не знаю, как магазинные семена, я редко их беру, но свои семена, которые собраны с петунии, они всходят моментально, всходят с шапкой. И тут не главное посеять и получить сходы, а главное сохранить потом вот эти нежные сеянцы, потому что они падают очень быстро, их срубает очень часто черная ножка. Но сейчас я скажу о посевах сначала. Вот посеять петунию можно просто, на простую землю, методом посола. Ну вот так, как будто землю посолить и все, на влажный грунт и закрыть. Можно таким же методом посола сделать на снег, потому что на черном фоне, на черной земле, черные семена петунии видно плохо. И очень часто люди, как делают загущенные посевы, не видно. Если мы на землю уложим слой снега и вот так вот сыпем, мы уже видим черные семена и будут более равномерны они. Но еще говорят, что она проходит в это время стратификацию какую-то такую кратковременную. Но мне почему посев со снегом не нравится? Немного выходит позже, чем все остальные. Потому что все-таки для посева нужно тепло. И вот пока в этом холодном снегу, пока эта земля холодная, они дольше просыпаются. Может быть они и проходят стратификацию, но я не замечала, что остальные семена хуже без стратификации. Прекрасно она всходит и растет хорошо петуния. Петуния вообще она неприхотливая. Если знать все вот эти вот нюансы ее посева. Потом вот короче, можно на снег посеять. Можно наоборот под снег посеять. Есть сеют и укрывают снегом. Можно посеять на пеленку. Это я говорю, что этот способ может выручить тех, у кого нет в данный момент грунта. Вот сейчас подошел период сеять. А в деревне, если нет у вас магазина, например, такого садового, и землю нигде не наковыряешь, можно посеять на пеленку. Просто на туалетную бумагу или на какой-то на салфеточку увлажненную. Так посеете. Там видно их прекрасно. Посевы происходят не загущенно. Они вырастают очень хорошо. Но там тоже есть свои недостатки, нюансы. Корни очень быстро заходят в этот слой бумаги. И пикировать нужно на ранних-ранних слуроках, когда вот маленькие две крошечные середольки и маленький корешок. Дальше у них корень очень быстро разрастается. Он прям вот вцепляется в эту салфетку, пеленку. И начинаешь когда выдирать, она все отдирается. Но это я каждый способ буду рассказывать. Я просто вам общий такой обзор наделаю. Вот на пеленку можно посеять. Можно посеять просто в землю. В прошлом году показывала в дорожке, но в растворе. То есть в эпине или вот в прошлом году в преве кури. Я туда насыпала семена, залила и шприцем прям вот так вот выдавила. То есть подержав вот в таком растворе, они и дезинфицируются, они просыпаются, вроде как намокаемое предварительное замачивание прошли они. И они очень дружные посевы. Вот таких посевов очень много. Самое главное, что вы должны знать, если вы собираетесь выращивать петунию. Для всхода в петунии обязательно нужно создавать парниковый эффект. То есть должна быть плошка обязательно с чашкой. Если плошка обязательно должна быть с крышкой. Вот это недостаточно одной низкой чашки. Нужно сверху чем-то прикрывать. Если нет такого контейнера, ну обычно сейчас их много, из-под печенья, из-под масла сливочного, везде вот эти вот хрустящие такие полиэстеровые контейнера. Если уж нет ничего, то можно вот эту вот нижнюю чашку просто или накрывать целлофаном, или просто в мешок целлофановый. Но создавая вот этот парниковый эффект, то есть чтобы было там влажно-влажно, было тепло-влажно, нужно не забывать ежедневно проветривать. Вот это ошибка многих начинающих вот таких вот цветоводов, которые просто огородненькие, хотят себе вырастить один-два там цветок, но которые не знают и не изучали специфику этих растений. Проветривание обязательно. Два дня не проветрите вот эти маленькие сеянцы, они у вас все упадут. Поэтому я еще раз повторяю, перед тем, как начать посев петунии, если это у вас впервые, или если в прошлом году что-то не удалось, вы поинтересуетесь, посмотрите несколько видеороликов, или почитайте статью, именно что нужно соблюдать. Грунт должен быть обязательно продезинфицирован, очень восприимчивые вот эти маленькие малышки. Многие грунт пропаривают, проливают вот фунгицидами. Тут ничего страшного нет, кушать мы ее потом не собираемся, поэтому здесь можно применять любые средства, такие жесточайшие. Пусть грунт будет почти стерильный, но для них, вот для молодых всходов, это очень важно, чтобы не было патогенной микрофлоры. Грунт протравили, семена мы, конечно, ничего не делаем, увлажнили, посев поверхностный и обязательно на свету. Если вы сделаете как с обычными, то есть посеете и поставите куда-то там на полку, или под кровать некоторые ставят, у вас ничего не получится. Обязательно поверхностный посев, нельзя сверху заглублять, но некоторые чуть-чуть присыпают, но не очень много присыпают, или песком, или каким-то легким грунтом, я никогда не присыпаю поверхностный посев на влажный грунт, сверху опрыскивание немножко с пультовизатора, ну и спрыскалки, закрываю, ставлю на свет. Если сеете рано, досветка обязательно. И вот в этом году, почему я поздно приступила к посеву этой петунии, потому что я ей, как все вы, тоже смещаю сроки, то раньше, то меньше, и плачевный опыт посеяла один раз очень рано, она у меня зацвела в теплице, весна была поздняя, а они же большие, как они вот начинают ветвиться, они у меня начали падать, они друг с другом переплелись, в этом году решила посеять попозже, но опять же, если вы хотите вырастить, например, петунию, начать или попробовать рассаду на продажу, то сеять нужно рано, ее продают всегда в цветущем виде, в нецветущем виде вы ее никак не продадите, я ее, конечно, не продаю, но я знаю, я вращаюсь в этих кругах, знаю девочек, которые продают, нужна именно цветущая рассада, и нужно как можно раньше. Ее потом можно размножить, можно расчеренковать, например, если у вас мало семян, вырастите одну, потом будете после прищипки укоренять, с ней можно делать хоть что, она до того благодарна, это растение, что вы ее воткнете самую маленькую такую крошку петунию в землю, она вам даст шикарный потом цветок. Обо всех посевах постараюсь подробнее вам рассказать, каждый мечтает украсить свой участок, вот это вот цветы неприхотливые, которые все лето будут у вас цвести, но там опять пишут люди, что они делаются потом некрасивые, тут нужно знать, что их нужно прищипывать, и это растение, которое очень любит прищипку, чем больше ее прищипываешь, тем больше она кустится, она разрастается, все больше и больше веточек, на каждой веточке будут цветочки, если вы найдете подход к петунии, вы влюбитесь в нее раз и навсегда. До свидания, с вами была Ольга Чернова, это обзорный такой видеоролик, как подготовительный к посевам петунии, все, что я буду делать, сейчас буду грунт накладывать,